Транспортная система больших городов сегодня немыслима без сложных многоуровневых развязок. Их задача максимально разгрузить автомобильные дороги, по возможности обеспечивая как можно большее число бессветофорных дорожных пересечений. И туннели являются неотъемлемой частью большинства из них, а в местах, где транспортные артерии города пересекаются с естественными преградами, такими как рейки, прокладка туннелей иногда становится единственным возможным решением, например исходя из экологических интересов. Каждый житель современного мегаполиса конечно знает как выглядит и функционируют автомобильные туннели, но далеко не все представляют себе насколько сложными инженерными системами, призванными обеспечивать безопасность, поддерживать надлежащие санитарные нормы и обеспечивать бесперебойное движение транспорта, оснащается почти каждый подобный объект транспортной инфраструктуры города. Редактор субтитров А.Семкин Все технические помещения туннелей недоступны для мастеров. Выходы в них из самого туннеля находятся под пристальным взором множества видеокамер, картинка с которых передается на центральный диспетчерский пункт. Поэтому мы решили проникнуть внутрь через одну из вентиляционных шаг, используя альпинистское снаряжение. Туннели, которые строились закрытым способом, щитовой проходкой, имеют в поперечном разрезе круглое сечение. Те же туннели, которые прокладывались открытым способом, имеют в большинстве случаев прямоугольное сечение и множество вариантов компоновки технических помещений. Находясь внутри, мы вынуждены были соблюдать предельную осторожность и передвигаться максимально тихо, поскольку на объекте постоянно находились рабочие. Мы попали в лабиринт из помещений, вытянутых в длину разных по высоте и находящихся на различных уровнях. Смотрится завораживающе и футуристично. Это силовой каркас, построенный при засыпке строительного котлована между разными уровнями подземной транспортной развязки. Множество помещений, соединенных между собой, являются словно продолжением этого лабиринта. Обратите внимание на толщину стен. Она в разных местах колеблется от 50 сантиметров до метров. И это неудивительно, ведь этот каркас является несущей конструкцией. Самая изюминка этой системы – огромное подземное пространство высотой 2 метра, шириной приблизительно 10 метров и длиной около 50 метров. А еще эти технические помещения обладают потрясающей акустикой. Я не удержался и, вопреки осторожности, решил наглядно продемонстрировать, как звучит этот лабиринт. Эта конструкция предназначена для усиления бетонного каркаса и работает как двутавровая балка. Точнее, конструктивные ее элементы и состоят из двутавровых балок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Тоннель все еще находится в стадии строительства. Все системы жизнеобеспечения смонтированы и запущены. Освещение, вентиляция, система пожаротушения и дымоудаления. Движение по нему тоже открыто. Сейчас идет отделка технических помещений, монтаж различного оборудования и электронных систем. Продолжение следует... Множество лестниц и переходов, коридоров, комнат и технических помещений. Среди всего этого легко было заблудиться. Продолжение следует... Удивляют не только масштабы этого помещения, но и его предназначения. Оно расположено рядом с Зумфом, отстойником для сбора грунтовых вод, который строится в самой нижней точке. Здесь глубина его заложения составляет 35 метров. Спроектировано оно было как аварийный резервуар на случай выхода из строя насосов в Зумфе. Следующим местом, которое нам надо было найти среди этого лабиринта, был сам Зумф. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подготовленные к монтажу элементы системы вентиляции. Электрооборудование. И снова лестницы, коридоры и комнаты, среди которых нам предстояло отыскать путь к Зумфу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так проходили секунды, минуты, десятки минут, и с каждым мгновением риск быть обнаруженными только возрастал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но вот, наконец, мы нашли нужную нам лестницу. С каждым пролетом снизу до нас все отчетливее доносился шум воды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Без этого гидротехнического сооружения немыслимо было бы функционирование самого автомобильного туннеля. Сюда сводятся все дренажные системы, удаляющие грунтовые воды и проникающие в туннель дождевую воду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мощные погружные насосы откачивают выступающую воду в находящуюся по соседству подземную релку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы пробовали внизу порядка пяти часов. За это время мы успели посмотреть далеко не всю систему. Но самое интересное мы увидели. Теперь нас ждал такой же путь обратно. Наверх! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА